АПЛОДИСМЕНТЫ 50 тысяч лет ведём очень интенсивный искусственный отбор, просто сами себя уничтожаем. То есть мы же и кролики, мы и экспериментаторы, всё в одном флаконе. Но просто мы этого не понимаем. И вот войны, мировые войны и остальное – это смена систем искусственного отбора. То есть эволюция идёт всё интенсивнее. И вот как раз компьютерной технологией я сам очень широко пользуюсь и даже щипцами, как вы понимаете, менял лампочки в стреле. Поэтому я такой похож на динозавра здесь среди вас. Но это была другая эпоха. К сожалению, усиливает скорость этого самого искусственного отбора. Он становится всё более бескомпромиссным, ещё более жестоким. И самое главное – незаметной. Потому что никто не осознаёт. Вы знаете, как маразм, он начинается незаметно. То есть постепенно, но потом раз, и на два момента начинают смеяться дети. Вот примерно то же самое происходит и здесь. То есть не исподволь незаметно. Причём, я вас уверяю, никакого мирового заговора нет. Это естественный биологический процесс. Другого способа эволюции человечество не придумало. Опасность в таких новых подходах, в новых технологиях огромная. И мы должны их контролировать. Я вас уверяю, никто нас… Вот здесь много обсуждалось. Я думаю, что никто нас не отключит от этого интернета международного. Потому что это механизм искусственного уничтожения нас самих. То есть это настолько эффективно, что отказаться от этого, что с одной, что с другой стороны довольно глупо. Поэтому биологический процесс. Экономические процессы можно модифицировать, но их нельзя останавливать. А вот то, что мы видим в интернете технологиях, мы с вами видим интенсификацию искусственного отбора. Это понятно. И причём этот искусственный отбор идёт по мозгам. Микрофон. Да, давайте. А, то есть что, как кофе на программиста влияет? Хорошо. Кофе влияет, потому что можно программиста заставить дольше работать, если поставить хорошую кофеварку. Я, кстати, одна же так и сделал. И получается отлично. Хорошая кофеварка, поскольку программист хорош пока молодой, понимаете? Значит, здесь надо интенсивно ставить кофеварку хорошую. А что будет с его сердцем после 35-ти, нас уже не волнует. Поэтому с точки зрения работодателя кофеварка – это хорошо. С точки зрения того, чтобы дожить до пенсии, то это не очень. Надо дозировать. Постарайтесь заменить каким-нибудь высокоферментированным чаем. То есть чуть-чуть можно. В день пару чашек – не вредно. Если, конечно, вы не дикий итальянец, там можно больше. А так постарайтесь всё-таки не злоупотреблять сердце. После 35-ти начнётся, оказывается. Сейчас нет. Пока ещё наслажняйтесь. Да, давайте. Вопрос. По вашему мнению, когда появляется сознание, то есть, когда пишется, как положено сознание, когда включается сознание, как оно включается? Для чего? Понимаете, сознание – это как к вопросу о компьютерных, о искусственном интеллекте. Если искусственный интеллект, чтобы ты подошёл к туалету, тебя опознали как мужчинку, и дверь открылась. На этом уровне искусственный интеллект будет работать прекрасно. То есть и у ребёнка, когда он подражает, там говорит иногда какие-то умные фразы, философские даже целые. Ну, скопирует его родители. Кажется, что рано. На самом деле, более-менее сознание, то, что мы понимаем, то есть сознание – это что? Это способность делать то, чего не было в природе и в обществе, причём делать осмысленно. Понимаете? А дети там под гормонами в момент полового созревания могут писать гениальные стихи. Это что, сознание? Да нет. Это биологическое гормональное созревание. То есть сознание, осмысленность – это когда ты сможешь абстракироваться, грубо говоря, от своей собственной пиписки. Вот тогда начинается сознание. А всё остальное – это еда и доминантость, и размножение. Что, что? Когда я буду посыпать, сознание включается. Когда что начинает ступать? Когда я буду посыпать, утром сознание включается. Нет, сознание у нас вообще старается не включаться никогда. Дело в том, что есть ли для жизни вам достаточно набора алгоритмизированного, как в компьютерах, набора действий, то сознание включается тогда, когда вы проснулись утром у себя дома, всё в постели, хорошо, но вы видите, что у вас не жена рядом с вами. Вот тогда включается сознание. Вот оно начинается решать. Сознание включается тогда, когда биологически возникает проблема, с которой вы раньше не сталкивались, и вы её вынуждены решать. Теория функциональных систем – это неудачное спаривание Ивана Петровича Павлова с Клодом Бернаром. Значит, детей не получилось, а теория функциональных систем хороша тем, что она объясняет всё задним числом, но никогда передним. То есть, как в старом анекдоте, если бы я был таким же умным, как моя жена потом, вот теория функциональных систем исчерпывает полностью этот подход, поскольку это натурфилософское умозрение, построенное на известных вещах с теорией обратной связи, которая используется во всём компьютерном программировании давным-давно, и рефлекторной теории Павлова, поскольку теория обратной связи – это общефилософское направление, рефлекторная дуга Павлова, простите, это атомистическое упрощение работы мозга до предела. Ну, как философское течение – да, конечно. А как научный метод – нет, никогда им не было. Я отношусь к этому хорошо с философской позиции и не как с научной. – Я согласен, что с эволюцией, что с культурами идут сейчас, есть много сказаний, что вот это развивается, это отношение, что они глупее, чем-то не умеет, и так далее, и так далее. Нет, 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 они не глупее, они выгоднее, чем вы. Вы же изучали, как интегралы брать? Изучали? Ну, всё, они блоками будут моделировать это всё. Они просто мозг так устроен, что если ребёнок может под партой нажать на телефоне таблицу умножения, вам придётся его несколько раз как следует выиграть, для того, чтобы он стал это делать в голове. мозг ему запрещает, он там уж нажал под партой, ему каннабиоиды. – Это действительно связанный вопрос. А это вообще нужно? То есть, понимаете, мы тратили там 10 лет, 10 лет, 10 лет из игры, книги и так далее. Пока не было интернета, это было эволюционно направлено, там, опять же, не всегда, ничего не было, и так далее. То есть сейчас, мне кажется, вам, что дети, они как раз в процессе эволюции, как я сказал, он разумен, направлен, и только… Он неразумен, нет, нет, нет. – Он направлен. – Он направлен, но неразумен. Для эволюции, понимаете, важно, чтобы было потомков очень много, и они хорошо ели. Всё. А у детей то, что вы говорите, да, конечно, они экономят на работе собственного мозга. Но если бы они этот самый мозг-то использовали хоть для чего-нибудь ещё, проблема-то в том, что вас не столько образовывали, учили там интеграл брать, сколько вас приучали к инструментам, к мозгу, как инструменту для пользования. А у них с лёгкостью большой, вы знаете, глубины практически нет. Я преподавал очень долго в высшей школе, ко мне, когда стали приходить ЕГЭшники, я просто ушёл. Потому что они, да, всё хорошо схватывают, они быстро в интернете всё у нас ходят, для экзамена могут неплохо подготовиться. Понимания нет, потому что понимание – это пользование мозгом. То есть образование нужно не для того, чтобы сумму знаний дать, это важно, нужно, когда необходимо, а ещё для того, чтобы научиться пользоваться мозгом. Понимаете, иначе получается не наука, а научная популяризация, то есть имитация научной деятельности. Не программирование, а там вы берёте блоками. Я специально перед тем, как сюда поехали, посмотрел, как программируется. Мамочка. Меня бы выгнали бы просто. Какой ассемблер? Там берётся блоками всё, это лепится. Человека можно обучить за полгода этому делать. Причём программирование-то. А это выгодно с биологической точки зрения. Для эволюции ум не нужен. Нужен совсем другой орган, намного ниже, который располагается. И эволюция безнравственная, аморальная, ей всё равно вообще. И вот ужас, я пытаюсь донести тот ужас, который испытываю сам. Ужас в том, что имитация разума, имитация научного подхода, имитация доступной вести информации, доступность бигдейта, а на самом деле за этим ничего не скрывается, очень поверхностно. Это позволяет тем, кто, не дай бог, затруднился управлять, эта система вот так на щелчок. В этом проблема. Давайте. Что, что? Нет, это болезнь. Давайте ещё. Спасибо. Вопрос в том, что если говорить о социализации человечества, которые сейчас называются наполненные, сритуальные... Какие, какие, извините? Наполненные, сритуальные. Как вы прокомментируете в популярной технологии, что правильный голос, что это симуляция симуляции, на которой влияются парамиды, экономические, геологические. Да, вы и сейчас живёте симуляцией. Вы посмотрите, сколько народу порнушку смотрит. А это что? Это всё одного поля ягодки-то. Нет, конечно, трудно наесться там виртуальной колбасой, я согласен, но симуляция идёт, потому что вам доступны базы данных, вам доступна жизнь богатых людей. Приматы, как известно, переносят. Здесь система переноса такая. Сейчас, как и больше, если вы видите, а вот у них на 100%? Ну, на 100% вряд ли, потому что у нас индивидуальная изменчивость мозга очень велика. Это раз. Всегда найдётся подлец, который что-нибудь испортит. Ну, вот это одно. Просто у нас, если бы здесь в зале сейчас бы сидели люди, которые бы тело отражало индивидуальную изменчивость мозга, ну, сейчас бы, во-первых, здесь бы пару человек не поместилось по вертикали. Питок, поширение, понимаете, изменчивость мозга. Если бы мы видели, что у нас там, это был бы ужас. То есть у нас индивидуальная изменчивость превосходит видовые различия. Это ужас. У нас внутри мозга, у одних есть некоторые структуры, а других нет этих структур вообще. Поэтому тот, кто придумает эту систему виртуального слияния, так сказать, жизнь виртуальную, мало что получится, потому что слишком велика изменчивость – это залог нашего биологического выживания. А интеграция, вот ещё часто там компьютеров с человеком, вы меня извините, в 2000 году я был в качестве эксперта на одной международной конференции по нейропротезированию и по нейрохирургии в Европе. Уже тогда, на дворе 2000 год, вы понимаете, Z80 – основное достижение в медицине, от кофеварки процесса. Уже вполне их золотили кончики, вставляли в слуховое, распарывали полбашки, вставляли в кахлеарное ядро, выводили сюда датчик звуковой под кожу. И вот была интеграция. И обучали. Можно, какие звуки человек слышал, который вообще никогда не слышал. То есть вот такая интеграция протезирования, конечно, будет развиваться, и в этом есть перспектива, поскольку мозг, напомню вам, забарьерный орган, то есть ему туда можно и гвоздик засунуть, он там приживётся, и всё, что хотите. Вот это будет развиваться, это интересное направление. А вот так, чтобы полностью виртуальное, для всех не получится. Сначала придётся всех под гребёнку сделать одинаковыми, вот потом только виртуализировать. А это сложно. Да, давайте ещё. А что включать, ничему они поднимают, они между собой борются. На этом построены все религии в мире. Вам говорят, с одной стороны у вас ад, ну это то, чего хочется, а с другой стороны у вас рай. Это когда надо всё отрезать. Понимаете, да? То есть это вечная борьба. Если у вас, ну представим себе, вот сейчас пришла весна, прогрелись семенники, яичники, вы вышли на улицу, ну что вы смеётесь, не так что ли? За зиму все замёрзли, а теперь, значит, отогрелись. Вон юбки такие, вот все без шапок и прочее. Значит, у вас включается гормональная регуляция, суточный день удлинился, значит, половые гормоны вырабатываются, они начинают у вас так потихонечку это, иди сюда, пора размножаться. И, значит, начинается, из гормонов много выбрасывается, то удержу, нет. А если вы с этим боретесь как-то, начинаете говорить, ну что ж, надо хоть институт закончить, прежде чем размножиться. И мама говорит то же самое. То есть начинает неокортекс говорить, надо вот это делать. Вот это вечная борьба, потому что, если полностью отдаться на волю лимбической системе, то, ну, вы знаете, у нас есть такие артисты, там, в перьях и стразах. Но это можно наоборот, значит, можно полностью рассудочный, ну, пожалуйста, у нас есть математика известная, которая чисто рассудочная вещь. И то, и другое плохо. Человек все-таки должен жить в балансе, потому что для вот этого морфогенеза отростков нейронов, да, о котором я говорил, мне язык стер себя, надо об этом говорить, нужно гормональный стресс. Понимаете? То есть, к сожалению, мы такие паршивые еще люди, то есть мы такие полуобезьяны, что, к сожалению, мы даже для самого творческого дела, самого разумного, рассудочного, там никакой еды, никакого размножения, вынуждены пользоваться половой системой для того, чтобы стимулировать морфогенез отростков. Это порог страшный. Потому что вы знаете, из чего вырос этот мозг с бороздами извинения? из центров управления половым поведением. Большей подлости в эволюции произойти не могло. Именно поэтому, значит, мы чего бы ни делали, все фильтруется через это самое место. Но это порог человечества, к сожалению. Когда осознанность, когда человек узнает, это он рассказывает потом? Да. Потом все мы ужасно умные. И с этим я согласен. Но вот хорошо, когда до, тогда вот проблем меньше становится. Скажите, пожалуйста, по-другому, терминатор-то? То есть, наоборот, то есть, наоборот, то есть, наоборот, если он будет терминатор. Терминатор-то? Ой, маловероятно, конечно, что машины взбесятся. Они уж очень примитивные пока. Если будет идти всё так же дальше в двоичном коде, будет также увеличивать разрядность, мощность машины и прочее, если будет таким черепашьим ходом, ещё долго не наступит ничего такого. Но не дай бог, если начнутся, будут использоваться реальные биологические подходы. Я несколько консультировал таких и такие штуки. Меня это немножко пугает, потому что проблема заключается в том, что, скажем так, если предельно упрощённо, мне однажды задали такой вопрос, а вот вы могли бы нам помочь сделать искусственный интеллект хотя бы как у плоского червя? Я говорю, я-то сделаю, но вы-то его потом не поймаете. Он будет делать всё, что мы, только во много раз быстрее. Я говорю, вы соображаете, что вы мне предлагаете? Да, пожалуйста, можно. Да, есть, я знаю, каким способом. Но вы же его не поймаете потом. Никогда. Что вы будете с этим делать? А представьте себе, что это не плоский червь, который там свободно живущий в луже, что это мышь хотя бы. Вот интеллект мыша или там крота. И что мы будем делать потом? А что значит не поймаете? Ну, потому что вы его не поймаете. Он быстрее любого крота, любого мыша. Ну, представьте, что у вас всё то же самое, но быстродействие не 200 импульсов в секунду, а там как в машинах, в компьютерах. И чего? Вы одного не поймаете. А если он начнёт размножаться? Понимаете, сделать можно. Вот просто такие задачи ставились. Но я говорю, вы решите сначала проблему, как мы ловить его потом будем. Потому что это гиперпроблема. Создать-то можно, но управлять этим будет невозможно. И такие, я могу сказать, что такие задачи разрабатываются. Как ни печально. Да, давайте ещё. Вы говорили о том, что неестественно влияете сообразить технологии на ваш мозг, как убедительно. Есть ли возможность минимализировать последствия и произвести нужный, по крайней мере, менее убедительный сибиоз, даже на самом институтном билете человеческие физики, человеческие познания. Да, конечно, можно. Дело-то в том, что оно нужно тогда, чтобы вся эта система была направлена не на лимбическую систему, а на рассудочную. Но тогда вы ничего не продадите. В чём проблема-то? А, что делать? О, это следующая конференция. Нет, я могу сказать, что я знаю более-менее, что делать, но это, понимаете, очень как с червяком, как с мышью искусственной. Это страшная вещь, потому что мы по наивности можем это сделать. Я примерно представляю, как это сделать. Не на двоичном коде, конечно, это куром на смех. Но примерные принципы те же самые, но тогда это будет неуправляемая система абсолютно. Ну, вы представьте себе, мыша с тысячекратным быстродействием. Ну, заезд всех. Причём непонятно, как это всё будет себя вести. То есть биологические принципы, я вам сейчас ключевое слово скажу, построены на принципах самоорганизации. Там даже самоспроизведение не так важно, самоорганизация важна. И вот здесь главный порог. Если мы будем запускать такие системы, они, конечно, нас поглотят. Здесь немножко страшновато. А поскольку всё это коммерциализуется, понимаете, ну, невыгодно делать вещи, которые не будет никто покупать. Значит, надо сделать так, чтобы их всё время покупали. А к чему надо обращаться? Ну, посмотрите, вон последняя выставка автомобилей. Кого там ставят? Девушку с ножками по длинею. Для чего? Для того, чтобы на автомобиле была ассоциация. Чего? Лимбической системы. Гормоны вырабатывались. Чтоб мальчик запомнил, что вот эта длинноногая богиня, конечно, если он залезет там в какой-нибудь смарт, она тут же к нему и прибежит. То есть, понимаете, вот этот идиотизм, он работал, работает и будет работать. Обращаются к лимбической системе, расширяют поток продаж. Обращаются к сознанию, к разумному, доброму, вечному. Фирма обречена, провалится, рассыпется. Если не будет целевого, то, что, как я говорю, государственной воли, целевого направленного финансирования на вот это дело, которое для человечества, а не для того, чтобы решить проблему размножения, еды и доминантности. Вот, собственно, в этом дело. Давайте, чувак, у нас, извините, есть время? Есть еще время? А то университет опять в среде ее раздают. Да, я вас слушаю. Простите, да. А вот у меня ваше мнение, как эксперты, в случае университета в среде ваших детям и в поладе санцами педагогические науки в детишек, особенно в возрасте в среде детей, все это получается. Да, я понял. Я сейчас объясню. Именно в ответ на ваш вопрос вот есть эта книжка, называется «На морфологии сознания». Первый том. Я там разбираю о том, как вот мозг созревает внутри у трубы матери. С чего он начинается? Почему он такой кривой? Почему он, когда он рождается, там дети толком ничего не видят? Бабки прыгают с бубенцами вокруг них. А что там видеть? У него цветного зрения почти нет, поле зрения 20%. Чес какая-то бабушка развлекается, что ли, сама? Для себя? Ну, наверное, приятно старушке подпрыгнуть. Но у детей мозг созревается по определенным законам. И, к сожалению, у нас получается так, сейчас меня будут обвинять в ретроградстве, что у нас должна созреть система неокортикальная, она примерно, вот, неокортекс, более-менее готов к 7-8 годам. Поэтому раньше старались в школе 8-9 лет отдавать. Это, по-русски, когда в Совдепии понадобились солдаты, чтобы побольше, помоложе солдат под танки запускать. Вот тогда, значит, это начали снижать весь, да и во всём мире по тем же причинам. То есть, на самом деле, инокортекс 7-8 лет созревает. После этого, хотя бы на коре, ребёнок может относиться уже по-другому, скажем, более по-человечески, к тому, что окружает. Но вообще можно и попозже. Что вы хотите из этого ребёнка сделать? Потому что на раннем возрасте вы нарабатываете так называемые социальные инстинкты. То есть, что это значит? Это такие же инстинкты, которые не выбьешь потом ничем, только декапитацией, то есть, усекновением головы. Вы их ничем не выбьете. Если вы в этом возрасте, а вы представьте, вот эта лимбическая система, отдельный разговор, созревает раньше, чем кора. И вы на инстинктивно-гормональной базе нарабатываете ему социальные инстинкты. Почему вот этих вот сирийских мальчиков, которые там убивали взрослых, с ним уже ничего нельзя сделать? Всё. Как это не печально. Вы ничего не сделаете с этим делом? Это не выбьешь ничем, потому что у вас нейрональные связи, на которых строится память, первыми будут формироваться в инстинктивно-гормональных центрах. А они определяют очень сильно поведение. Он до 25 будет подчиняться им, имитируя вам занятия, учёбу, там всё. По себе всё знаете, что он рассказывает. То есть получается так, что мы должны стараться до созревания коры, до созревания коры, поменьше давать то, что может ребёнку помешать в его жизни. Потому что, если это будет заложено в инстинктивно-гормональных центрах лимбической системы, это изменить и исправить нельзя. Но это, как почитайте Лоренса, запечатление. Если утка запечатлила бородатого мужика в качестве мамы, так она и будет за ним бегать. А ведь у человека это запечатление также растягивается просто на всю жизнь. Они менее глубокие, но так же точно происходят. Поэтому маленьким детей нужно воспитать очень аккуратно. И то, что их мозг ещё не может воспринять, давать им не надо. Вы можете научить его высшей математике, вы можете в шестилетнем возрасте научить там слагать стихи и передавать чувства, которые он никогда не испытывал. Но это будет подражание. Таких поэтесс 14-12-летних было полно. Потом они все кончали или от алкоголизма, или от наркомании. Во всём мире это происходит, когда сумасшедшие родители выжимают из детей таланта, которого нет. Они будут подражать. Мозг пустой. Вы представляете, огромный ваш мозг, на секунду пустой. Вы умеете говорить, слушать, петь, произносить слова. Он пустой, вакуум. И можно залить чем угодно. Хотите поэтами, хотите высшей математикой, хотите геологией, геологией, чем хотите. И он будет показывать, как компьютер действительно, набор некий дань. Но он на это неосознанно, потому что ещё система мышления не сложилась. И наоборот, вы потом это не выбьете. Ну, делали так, вы знаете, великих музыкантов, исполнителей. То есть профессиональных. Если вы хотите, что вот из него сделаем, например, программиста, и всё. Вот такая точка. Отлично. Делайте. Но вы имейте в виду, что, а вдруг у него способность с кем-то есть? Что ему потом делать, когда он вырастет? Мы же определить способности не можем, пока не достигнет полового соцаревания. И здесь возникнет гигантская проблема. Поэтому, да, сделать можно. Так делали всегда. Делали гиперспециализации, сразу же, когда совпадает с врождёнными способностями, получается гений. Но в девяти случаях из десяти не совпадает, тогда получается моральный инвалид или обречённый человек. Так что выбирать родителям. Давайте. Я буду покороче стараться. Здравствуйте. Глядя на себя и на своих пролётах, я понимаю, что на сонаре нам не очень понравилось. Я не думаю, что на сонаре не сошёл, а познаваясь, что я и я. Мне это не требуется. Но, но суть, можно сказать, что можно в небе как это создание. Но в том, что в мире революции у нас создание само создание есть. Конечно, да. И что это за вылет такой, когда можно прекрасно без него, но оно как в период за миллионами чел. Я и я. Да, это я, это я. Так очень просто. Дело в том, что всё, это чисто эволюционный результат. Дело в том, что вы не всё время могли жить, то есть наши предки не всё время могли жить, пользуясь исключительно лимбической системой. В этом вся проблема. И самое главное началось тогда, когда мы стали жить большими популяциями. Я просто отвечу кратко на этот вопрос. Почему? Потому что в большой популяции надо делиться едой. Для того, чтобы делиться едой, нужно её не отнимать у соседа. Понятно, да? Ну, еды мало. Вы принесли еду и не хотите ни с кем делиться. С любимой лохматой девушкой, пожалуйста. А больше ни с кем. Вот, чтобы начать делиться, у нас лобные области возникли не для того, чтобы думать. Какие там у неандертальцев и кроманьонцев мысли могли быть о высшей математике? Тоже у меня мыслительный центр. Да нет, конечно, лобные области появились для одной простой вещи. Это гигантские тормозные центры, которые подавляют обезьянье поведение. А именно в лобных областях у нас много полей, которые в десятки, если там не, в полтора-два десятка больше, чем у обезьян. Те, которые позволяют делиться пищей с неродственными оскорами. Это основа нашей эволюции была. Вот как только мы это начали делать, так мы стали людьми. Но для этого нужно же осознавать себя, понимаете, не отнимать косточку, попробуйте у любимой собаки отнять косточку. Она нас покусает, правильно сделает. А вы можете поделиться, даже будучи голодным, и даже не с девушкой, своим кусочком, даже голодным. То есть вот эта система осознания самих себя вышла, родилась в нашем мозге из, собственно говоря, отказа от жесточайшей охоты за пищей, даже в случае голода. То есть способность делиться едой, ну и чем вы имеете, с неродственными оскорами. Вот тогда возникло самоосознание, что должны основать себя и другого. А если вы не осознаете, то вы просто как собака кусаете его, и все. Косточку не даете, любимую. Давайте еще. Вопрос, что не рефизированный и не рефизированный. Что, что, извините. Вопрос, что не рефизированный и не рефизированный. Я вернулся к тому, что я так осознавал, где человек исключил в нюансовой системе, где он говорил в институте, в институте, в силу института. А потом, так как надо сроком уберечься, мы периодически постоянно забываем, мы не можем мысль и не рефизированный. И так далее. Вы можете этот вопрос рефизированный. Что я не могу? Все, что у меня есть. Вы же наступили сказать. Да, 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 конечно. Вы уже все внедрили. Все в порядке. Вы внедрили. У вас iPad есть? Нет. Ну, что ж. Все, включайте. Я имею в виду использование технического действия. То есть напрямую. Но напрямую это не очень нужно. Потому что, понимаете, в чем дело? Напрямую мы столкнемся с тем, о чем уже касался, с индивидуальной изменчивостью. Почему вот эти все рукосущества, когда говорят, мол, протез сделали, телетероливали, вот мы к мозгу подключили шапочку, мономаха, вот она дает. Ничего она не дает. Индивидуальная изменчивость полей и электроэнцефалографии ничего не дает. Можете купить себе, это недорого стоит и дома развлекаться. Все электроды подвоите. Импульсы. К сожалению, там можно хорошо определить только эпилептогенные состояния после операции. Тут полезная, хорошая вещь. Да. А во всем остальном это ерунда. Обратите внимание, буржуи, я просто участвовал в нескольких проектах. Они сначала пытались мозга снимать, а теперь посмотрите все их протезы. Что они делают? Они сажают вот сюда манжеты, которые снимают сигналы с возбуждения нервов и передают, поскольку здесь нервы конечное количество, их немного, все это просто и передают сигналы на пальцы, которые отсутствуют. Они соединяют пальцы искусственные с этой системой. Вот система съемного сигнала не с мозга, с мозга не снимешь. Но если индивидуальные размеры полей у одного может быть составлять единицу, у другого пять, в пять раз больше. А разрешение вот этой электроэнцефалографии это в основном это, знаете, мелкое жульничество, когда там показывают, вот смотрите, с помощью мысли там мы двигаем что-то. Что вы можете двигать, когда индивидуальная изменчивость между полями в пять-шесть раз? Вы локализовать электроды не можете, не зная карты мозга. Я вам объясню, как есть, обучают людей или самостоятельно, или специально целенаправленно, очень простым приемом. Вы напрягаетесь определенным образом, когда вам надо двинуть. Ваш весь мозг должен получить определенное возбуждение, чтобы сдвинуть налево. Другой, огромная площадь, огромная часть мозга надо напрячь, чтобы сдвинуть направо. И таким образом достигают этого всего. А вы поставьте, почему руки-то не получаются. Длинная моторная область вот здесь лежит. Ну что, воткнул сюда два электрода и управляй рукой. Покажите мне хоть один протез на этом принципе. Ни одного нигде нет. Буржуи сделали такие протезы, да, съемка с плеча. Всё. Поэтому здесь эти фокусы делали ещё, знаете, лет 30 назад. Показывали про управление мыслью компьютером. Это всё одно и то же. Там слишком низкое разрешение электроэнцефалографа. И никакими дискриминациями вы погасите индивидуальную изменчивость мозга не можете. Это просто невозможно. А карты мозга прижизненные мы составить не можем только после смерти. Давайте вопрос. Вы про Минского, что ли? Ну, наверное, это Минского. Да. Минский смысл как бы терапия на стол существует на возгласе. И может быть, эмоции это способ коммуникации между приматами, построенный на активности лимбической системы. Книжка «Эмоциональная машина» Минского. Знаю я её прекрасно. Вы почитайте, что он там пишет. Она хинея же полнейшая. Мы, говорит, решаем любые задачи благодаря тому, что мы можем представлять образы, потом слова, потом пользоваться логикой. Он даже не понимает, что слова и логика это одно и то же. То есть на этом построено. это профанация какая-то чистейшая. Я посмотрел на эту книжку, ужас какой-то. То есть человек вообще не понимает, о чём пишет. У них там на Западе это принято. Это хорошо, это тоже эволюция. Вы знаете, сотрудников, вот я вам приведу один-единственный пример. Со всей современной технологией, со всеми развитыми способами стоят спортсмены, пловцы на чемпионате мира. Половина из них это отобраны с помощью интеллектуальных систем, тестов, биохимии, мол, биологии и прочее. А половина это те, которые пришли в секцию и им сказали, так, ты плаваешь как топор, пошёл отсюда. Мне кажется, вопрос исчерпан. Вот когда половина стоит таких, половина стоит таких, это говорит не о том, что хороший способ подбора, а о том, что очень плохой способ подбора. Он построен на некоторых парадигмах, которые не всегда или в половине случаев не работают. Будет лучше, может быть, запланировать. Ну, давайте ещё последний дам. Что, что, извините. Да, и это есть такая практика. Ну, и то же самое, что с кофе. Айтишник хорош, молодой, а дальше-то что? Бог с ним. Они выжимают людей. Ну, вы меня извините, когда не было этого всего, ещё не так распространено. Математиков сажали на стряхнин. Не хочу называть фамилии выдающихся учёных, которые своих математиков сажали на стряхнин. Да, действительно, блестяще там приезжает на конференцию через два дня готовая неразрешимая задача. Но то, что эти математиков приходилось менять, отвозя ненужных накладывающих каждые три года, об этом все молчат. Да, такая стимуляция есть, но имейте в виду, что любая стимуляция такого рода, она разрушительна для мозга. Разрушительна. И ничего вы не сделаете. Вы лучше работайте понемножку, но регулярно, понимаете, чем делайте трудовые подвиги. Там, за неделю написать какую-то программку или ещё что-то. Понемножку регулярно. Мозг сохраните дольше. Вы поймите, что через 40 лет с вашим опытом, с вашими знаниями вы будете на вес золота. И малолетние конкуренты в вашем возрасте будут вам смешны. Понимаете, вот для этого, ну, для этого нужно прожить время и сохранить свой мозг в рабочем состоянии. Поэтому не переутомляйтесь, не используйте никакой химии. Потому что, к сожалению, людей, обычно работодателям, не жалко. Помните это. Они заинтересованы в отдаче, а не в вашей жизни. Будьте осторожны. Ну, на этом все, наверное. Спасибо.